друзья всем привет в общем такой коротенький видосик пока вот у меня два двигателя сняты и нигде не установлены думаю запилю может быть кому-то будет интересно а может быть даже и полезно некоторые моменты знать вот два маломощных двигателя один у меня на 7 лошадей другой на шесть с половиной этот двигатель у меня стоит на мотоблоке и этот же двигатель я ставил если видели да на мою вот эту шайтам машину на мульчер кто не видел видосик вот здесь подсказочка переходите смотрите он у меня вращает вал с цепями этот же двигатель у меня стоял на мини тракторе на малыши почему его поменял я туда поставил на малыша такой же 7 сильный мотор только другой фирмы но со стартером вот добавил немножечко комфорта а этот двигатель пойдет у меня на мою очередную самоделку этот двигатель я вернул обратно на мотоблок но суть видоса абсолютно не в этом где какой двигатель стоит я думаю визуально уже определили до разницу между двигателями но это не смотрите эта площадка крепление двигателя потом она уже крепится к мотоблоку ее можно конечно снять но снимать ее не стал там болты под шестигранник и неудобно это все дело в общем пускай будет так а так они абсолютно одинаковые повышение по габаритам даже вот крепление крышек у них абсолютно одинаковые как то так ну и соответственно как могли заметить на этом двигателе вал прямой то есть идет на коленвал и на шатун до прямой вал здесь стоит мужики редуктор понижающий понижающий редуктор в два раза цепная передача внутри значит цепь двухрядная звезды соответственно двухрядные и вал на вал на коленвал и стоит здесь дальше уже идет понижение и выходит на шкив вот такие вот дела если бы я поставил вот такой двигатель на мульчер он бы у меня не потянул видели как он работает прекрасно да но с таким вариантом движка он вы просто сдох здесь понятное дело все у меня работало и ни разу он не заглох при вот такой по самые нарок на траве да кто-то мне писал там в комментариях заросший огород запущенный мужики я живу на юге краснодарский край и у нас жара плюс 40 в тени это нормально это еще прохладненько поэтому если бы у меня был огород чистый то и можно было бы сразу же копать жареную картошку вот ну за раз столько жареного врачи не рекомендуют поэтому трава у меня вот такой вышины что еще какие снимаю все с первого кадра поэтому сильно не пинайтесь что еще хотелось бы сказать вот используя вот такой двигатель на мини техники да ну по крайней мере сужу по себе на моем мини трактор используя вот такой двигатель я делал видели да в прошлом видосе вообще прекрасно все видно и позапрошлом цепная передача кпп редуктор то есть у меня на кпп стоит звезда 13 зубов дальше идет на редукторе на 26 13 26 понижение в два раза соответственно если бы я использовал вот такой двигатель мужики такие двигателя продаются кстати был в недавно магазине покупал шкив на 20 вал на тракторок стоит такой двигатель в продаже я его даже зафотал вот вместе с ценником но он не на шесть с половиной а на 7 то есть не 168 а 170 если использовать на мини тракторе вот такого плана движок то в принципе можно исключить цепь из всей этой схемы то есть коробку и мост соединить напрямую тем самым занизится центр тяжести при помощи опускания коробки чуть пониже до опускания двигателя чуть пониже добавил опустится соответственно мужики капот будет ниже и обзорность перед трактором по крайней мере у меня вчера даже мы мерил мерил я мужики спрашивали я мерил у меня обзор сидя на тракторе перекрываете там метр метр двадцать примут перед перед ком а если поставить вот такого плана двигатель соединить все это карабаса напрямую с мостом без понижения то обзорность там еще меньше будет то есть компактность устойчивость и все остальные эти дела и моменты вот как то так этому двигателю сейчас я скажу сколько времени секундочку мужики нашел документы этот двигатель я покупал точнее не двигатель мотоблок стоил он в двенадцатом году двадцать пять семьсот 374 мотоблок покупал 29 марта двенадцатого года вот вот и считайте сколько этот мотор у меня работает я думаю отлично и будет у меня еще работать живя в деревне по сезону знаете как люди пользуются мотоблоками а тем более теперь у меня есть еще и мульчер в общем отдыхать он у меня не будет этот двигатель пойдет на самокладную тачку вот как то так то есть поняли да смысл видоса разность прямой вал и сразу идет движок с редуктором есть вопросов нет то скажет есть продаются здесь редуктора понижающие но его тоже надо купить его тоже на купите которые они тоже стоят денег вот чтобы купить двигатель отдельно потом купить этот понижающий редуктор который тоже стоит денег хотя если купить двигатель уже с понижающим редуктором то это как минимум в два раза дешевле выходит продаются отдельно мужики крышки вот эти вот эта крышка продается сам коленвал и со всеми вот этими частями но тоже стоит конских денег то есть переделка на мой взгляд такого двигателя в такой тоже не вижу смысла тут нужно понимать для себя что конкретно нужно сделать вот как то так и соответственно если здесь мы делаем понижение ставим большой шкив да там на 240 на 250 грубо говоря да такую то здесь при этом всем понижении можно поставить ну шкивочек там я примерно при примерно приблизительно 150 180 да так грубо говоря и будет та же самая скорость но двигателю будет легче так это другой момент ну по крутящим моментам я думаю вот у каждого есть букваре такого плана такого плана там это что были под рукой есть максимальные обороты есть номинальные обороты максимальные ну примерно я не специалист ну примерно три с половиной три шестьсот до номинальные то есть рабочие это 2 800 3000 в минуту если здесь выдает 3000 то здесь соответственно выдает полторы вот такие вот дела небольшое наблюдение небольшое сравнение поэтому возможно много тут наболтал бла 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 но визуально они абсолютно одинаковые ничем ничем мужики не отличаются не габаритами не какими-то там конструктивными особенностями единственное вот с редуктором без редуктора это возможно кто-то даже и не задумывался об этом ну бывает такое поэтому там уже кому интересно обязательно оцениваем кому не интересно друзья ну видос запилил пускай будет на моем канале пока него стоят рядышком друг с другом как то так ладно всем пока с вами был санек еще ждет вот это чудо-юдо рыбакит когда им заниматься я не знаю но попробую разобрать его в ближайшее время а там как пойдет как пойдет времени просто катастрофически ни на что не хватает то ли время года такое то ли то ли еще что все всем пока